Уважаемые Любители моих небольших роликов О эволюции Сегодня у нас в прямом смысле Эволюция гоминид Да еще какая Давненько такого не было Называется ролик Огрызок яблока Ну как вы поняли по заставке Речь идет конечно Не о том чтобы кто-то Рассматривал судьбу Недоеденного или даже червивого яблока Речь идет о вот такой штучке Который называется Айфон Хорошая вещь между прочим Очень удобная Между прочим Выпуская ее Наш дорогой Билл Гейтс Который на самом деле по тихому Устроил свой бизнес В том числе и в Эйпле Значит он в общем достиг Своих целей Он стал еще богаче Правда непонятно зачем ему эти деньги Нужны Но как он сам заявляет Это в основном для того Чтобы изводить человечество Так вот Пользоваться айфоном Очень удобно И позвонить можно куда хочешь И денежки перевезти Особенно за границу Особенно там когда у вас Висит какой-то небольшой домик в Ницце Как у многих У наших власть придержащих Ну так чисто Позагорать Ну вот яхточка где-нибудь в Испании Кстати говоря Содержание в Испании яхточки Как мне Жаловался еще Сережа Доренко Царство ему небесное Это 40 евро в день Ну тоже так Ничего То есть самое главное Что можно добираться И переводить в разные Из страны в страну Разные деньги Которые были заработаны Нечеловеческим трудом На исторической родине То есть у нас с вами И в основном За наш с вами счет Созданы эти капитальцы Таким образом Моднявка вот эта вот Ну это видите Это еще старинная вещь То есть 10-й айфон В общем Не котируется Намного интереснее Моднявки более последнего Там 11-й, 12-й, 13-й Вот уж Красота Как мне говорил Один знакомый журналист Пока не поумнел И зачем мне фотоаппарат Когда вот в айфоне Здесь там Все есть Но это бывает Со временем проходит Но у некоторых никогда Самое главное Что теперь Вот эта штучка Еще и модная Потому что все остальное Постепенно так подрезали Это была целенаправленная операция Связанная С тем, что Вот эта штучка С закрытой архитектурой С большим количеством микрофонов С автоматическим включением С автоматическим включением Невозможностью Никак выковырять отсюда Аккумулятора Это тоже было Своеобразное достижение В свое время Это основное средство шпионажа То есть идеальная вещь При закрытой архитектуре При неспособности контролировать То, что там происходит Это чудесная вещь И даже если добрый чиновник Соблюдает предупреждение И на работу его не тащит То выйдет-то с работы Там же жены Любовницы Дети бестолковые Друзья Товарищи По банно-прачному Комбинату Еще по кое-чему Они же ведь Должны быть в курсе Величия очередного чиновника Поэтому Через эту штучку Работает Замечательно А что же работает А работает Пегасос Шпионское ПО Сделанное в Израиле НСО групп Который, конечно Тут же сказал Что это только для борьбы с терроризмом Только для того Чтобы вот врагов Которые Хотят погубить человечество Значит Нужно использовать это ПО Ну и естественно Продали в огромное количество стран Я могу забыть Но лицензии получены В 40 стран Это все понятно То есть Клиентами являются Азербайджан И Бахрейн И Венгрия И Индия И Мексика И Арабские Эмираты И Саудиты В общем Кто только С ними не связывался Замечательная вещь То есть Естественно Американцы Еще несколько лет назад Конгресс пытался Выяснить А что там с этим Пегасусом Ну как-то так Все это Затихло И Умерло То есть на самом деле По всему миру Полностью прослушиваются 600 Как минимум 600 чиновников Это тогда В далеком Году появления Этой замечательной программки А появилась она Если Вот мне память не изменяет Еще в 16-м году Сейчас Как вы понимаете Ограничение По количеству Людей Связано только с одним Кто это потом Все слушать будет То есть Надо сажать людей Которые бы Во-первых Знали хорошо Язык Плюс диалекты Ну вот Если подслушивают Наше правительство И всех чиновников Соответствующих Любителей айфончиков То тогда Значит Это где-то От 10 до 15 тысяч человек Ну привлекают Украинцев Которые знают Хорошо русский Которые расшифровывают Всю эту Наворованную снеть И сортируют ее То есть Таким образом На сегодняшний день Огромное количество стран Используется Очень широко В войнах Ну последняя известность Не брать нас Конечно Патриоты И пацифисты Но то война Между Арменией И Азербайджаном Так вот Пегасус Использовал Азербайджан Который прослушивал Очень тщательно Членов Правительства Армении А Армения Значит Предатор Использовала Тоже аналогичную Штучку Внедренную То есть Проблемы Записать Проблемы Нет Но там Ключевых слов Недостаточно Чиновники И всякие там Они как бы Субмообразованием Не отличаются И поэтому Лепят Ну как бы вам сказать Как в бане После второго стакана Поэтому Расшифровывать тяжело Так-то все Хорошо Именно поэтому Там например Прослушка Аль Джазиры 36 журналистов Подробно Дала огромное Количество Информации Французские Лена Кабир Это вообще-то Лемонт Тоже Отлично Получилось Эдуард Ледран Это между прочим Франц24 Знаменитый канал Тоже очень хорошо Нетрудно догадаться Что Все что происходит И с нашей страной И то что происходило В связи с конфликтом На южной части Нашей территории Тоже Отлично Прослушивалось И не надо Удивляться Тому что Добрые Украинцы Неожиданно Получают Тут же Все разговоры Которые у нас Ведут Безответственные Чиновники Где-то В очень Высоких И очень Как бы Защищенных Домах Так что Процесс Идет полным Ходом И Самое Смешное Во всей Этой Истории Что Существуют Удивительные Персонажи Которые Пользуются Этим Не понимая Что творят Именно поэтому У меня Вот здесь Видите Чуть-чуть Закрывает Меня Цвет А вот Это Замечательное Растение А это Растение Называется Лох Серебристый Я надеюсь У вас Возникли Правильные Ассоциации Лох Серебристый Кто же Это Такой У нас А тот Кто Решил Воспользоваться Пегасусом И Так сказать Запустить Его Против Нашей Страны На пользу Конечно Своей Ну Тоже Понять Можно Но Поймите Это Сделано В Израиле Ее тут же Продали В 40 Стран Поэтому Эволюционный Процесс Церебрального Сортинга Оформлен Повсеместно Я очень рад За израильских Инженеров Которые Так отлично Продают Вот эти Программы Так вот Самым Лохом Серебристым В этой Во всей Истории Оказался Пол Накасон Это вообще-то Генерал США Не поверите Но он Глава Кибернетического Командования С 18 Года Глава НБ Вот такой Обалденный Парень Вы посмотрите Как красавец И у него тоже Много серебряных Всяких Штучек Аксессуаров Ну в общем Как все листочки У лоха Серебристого Ну вот Ну могу сказать Только одно Ему надо бы Присвоить Конечно Право Особого Сорта Избрать Героем Америки С правом Ношения Любых Блестящих Предметов На его Мундире Таким образом Он Почему лох Потому что Надо быть Полным чудаком Вы знаете Как уточнить Это название Для того Чтобы не понять Что если Пегасус Продали В арабский мир То самого Этого Самого Пола А уж Его Родственников И домочадцев Слушают Я думаю Ни в одной Стране С большой Охотой И удовольствием И несмотря На все Требования ФБР К яблочникам Как-то Сообщить Чем Они Снимаются Ничего Не получается Ну вы Сами понимаете Что Все это Конечно Отрицается Добрыми Израильскими Инженерами Которые Хотят И впредь Торговать Этим Замечательным Продуктом И тем более Что 11 апреля 23 года Канадские Специалисты Исследующие Эти вопросы Они сообщили Про неприятную Известию При неприятной Известии Они обнаружили Новый Пегасус Так что Ребята Секретов Никаких Нет Если вы Хотите Оплатить Свой домик На Канарских Островах Через Вот эту Штучку Имейте Ввиду Что Его залоговая Стоимость Будет Через Полторы Минуты Полностью Известно ВНБ Впрочем Как и Полнокосонная Если он Думает Что он От чего-то Скрылся То он Дитя Природы Такие программы Надо разрабатывать В своей Стране Надо быть Чуть-чуть Поумнее Покупайтесь Готовы Хотя В общем Тоже Его можно Понять ВНБ Очень Убогая Система На сегодняшний День Как мы знаем Благодаря Перебежчикам Убогая Система Программистов Убогие Институты Которые Еле Дышат В общем Надо меньше Красти И тогда Смотришь Получится Хорошо А пока Я очень рад За то Как разведки Всего мира Обирают Собственно Говоря Своих Помощников Своих Союзников Ну и Своих Конечно Врагов Ну как Вы понимаете Поскольку Я это Рассказываю То Способ Выявления Пегасуса И даже Нового Пегасуса Он найден И дальше Остается Только вопрос Политической воли Для того Чтобы В действующей армии На противоположной стороне Не оказывалась Наша секретная информация А вам могу пожелать Поступить С этой штучкой Так Как было показано В начале Фильма Смотришь И информация О ваших Секретных Похождениях Не уйдет В интернет И не станет Средством Вашего Шантажа Хотя В общем-то Могу сказать Что Простые граждане Могут Не опасаться Ничего Поскольку Интерес к ним Очень небольшой И нанимать Дорогих переводчиков Для того Чтобы они Вслушивались В их разговоре О модных трусах И тухлой колбасе В общем-то Неинтересно Бояться надо Не нам с вами А тем Кто Нами управляет На этом Уважаемые слушатели Я заканчиваю Своё краткое выступление И конечно Меня печалит То что Даже такие Выдающиеся С блестящими Предметами На груди Генерала Как полна косонь На поверку Оказываются Такими Серебристыми Лохами На этом До свидания Хорошего вам настроения И поменьше Доверяйте секретов Лепезрическим Устройствам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok